Друзья, сегодня очередная суперкомбинация с Олегом, сегодня на ринге. Подставки под жесткие акцентированные боковые удары. Я не сторонник закрываться вот в таком виде, глухая защита, чтобы была, потому что это все равно отдается. Вот даже мне сейчас легко Олег ударил, уже неприятно. А если эти удары будут достаточно жесткими, то это будет в любом случае прилетать на голову. Поэтому один из вариантов, если вы не открываете печень и уверены, то это приподнять руку, создать вот такой жесткий достаточно треугольник на голове. Сейчас Олег побьет, немножко подвигаемся, я правой рукой. Да, да. Вот. Да, покидываем. Да, прям. Да, если успеваем, можно где-то провалить. Кидай-дай. Ага. Да, то есть если у меня это глухая защита, вот так рука, то у меня все равно отдается. А если я увожу руку за счет вот такого угла, то здесь достаточно жесткая конструкция и, в принципе, у меня корпус открывается. Но если вы чувствуете, то, в принципе, такую защиту можно и нужно использовать. Для чего эту защиту хорошо используют? Вот если Олег бьет правый боковой, да, я здесь перекрылся, удар плечом попал. Здесь, соответственно, соперник открывается на мою вторую руку. Поэтому я заряжаюсь, могу неплохо какой-то последующий удар либо попечься, либо в голову, либо оверхенд, либо снизу пробить. Уже заряженной рукой. То есть мне не нужно готовиться. Я, по сути дела, перекрываюсь с одной стороны, с другой стороны я уже готов к удару. Здесь соперник может прозевать. Это такой классический вариант. В принципе, как правило, к нему соперник готов. И второй вариант, очень такой действенный, это контр-атаковать повторно с той руки, с которой вы защищаетесь. Олег бьет лево-боковой, я здесь закрылся. Соперник может ожидать удара отсюда, я бью с этой же руки. Раз, два. Бум. И, соответственно, да, кидай-кидай, я чередую где-то. Бам. Ага. Бам. Да, и последующий удар, например, сразу Олег бьет, я где-то раз, подсел. Ага. Раз, два, подсел. Раз, два, тянулся, подошел. То есть, соответственно, здесь можно наславить как угодно много. Соответственно, еще раз, два варианта защиты. Закрылись, пробились в противоположной руке, либо закрываемся и пробиваем этой же рукой. Но здесь, в этом случае, сильно плечо не заводим, а делаем такое короткое движение и сразу накидываем. Очень часто это использует Геннадий Головкин. Он подходит к сопернику, он, как правило, пониже ростом. И здесь вот отсюда он такой бодающий в каком-то смысле движение. И он короткий, вот эти минуты защитами, сразу перехватывая атаку, пробивает на голову сопернику свои жесткие удары. Ну, мы с овечками отстаем. А, давай-давай, фоточку. Не, фоточку, знаешь, как надо... Не-не, не, для этого, для заставки.